Старт этого гоночного сезона Кубка России по байкер-кроссу уж никак нельзя назвать простым. Перед решающими заездами первого этапа прошел проливной дождь, так что выйдя на трассу, даже самые опытные спортсмены поначалу чувствовали себя неуверенно. Правда, вместе с этим погодный фактор, что называется, только лишь подогрел дух борьбы, и от гонки не отказался ни один из участников. Пошел дождь, мы готовили трассу для сухой погоды, две недели лопатели, а здесь пошел дождь. Но я смотрю так, и меня радует, что гонщики, наоборот, им это все нравится, это куча грязи и нестандартные условия, учитывая то, что вчера, например, в Мари-Боре прошел второй этап Кубка мира по форкроссу, и там была такая же грязь, и все. То есть мы идем в ногу со временем. Стоит также отметить тот факт, что Брянск впервые стал местом проведения соревнований такого высокого уровня. За всю историю существования байкер-кросса в России гонки принимало большое количество городов. И это вдвойне приятно, что в этот раз наш город не только удостоился права провести два этапа Кубка страны из трех, но еще и завоевал большое уважение среди спортсменов и организаторов. Ну, вообще в Брянске уже третий раз, и хорошая организация, достаточно. Ну, все успешно, грязно, но это погода, никуда от этого не деться. Ну, в целом, всегда нравится, позитивная атмосфера, в принципе, город классный, место отличное в центре города. В соответствии с положениями UCI, то есть в рамках международных стандартов первенства байкер-кроссу, у нас в городе соревнования проходили в четырех основных категориях – любители, мастера, элита, а также особые заезды среди женщин. Ну, я прошла сегодня только валификацию, но еще было сухо, а потом прошел дождь. Сейчас, конечно, очень страшно, потому что просто можно упасть, там абсолютно не держатся по крючке, можно упасть, и очень грязь. Очень много мужиков упадали. Вообще, байкер-кросс считается одним из самых экстремальных видов спорта, рассчитанный на гонку с большим количеством препятствий и крутых поворотов. По всеобщему признанию, Брянская трасса по этому критерию является одной из лучших в стране, а потому и показать лучшие результаты некоторым спортсменам так и не удалось. Правда, это только начало, и практически у каждого есть еще возможность побороться за медали. Заключительный третий по счету этап Кубка России пройдет осенью этого года в Калининграде. Виталий Угримов, Сергей Ковач, События, Брянск.